Уважаемые участники Конституционного совещания, уважаемые граждане России. Мы подошли к важнейшему рубежу в жизни российского государства. 5 июня 1993 года в часы отечественной истории начали отчитывать особо значимые дни. Конституционная реформа вступила в решающую фазу. С принятием Конституции завершится учреждение подлинной Демократической Республики в России. Судьбе было угодно, чтобы этот процесс растянулся на многие десятилетия. Республика в нашей стране была провозглашена 1 сентября 1917 года Декретом Временного правительства. Ее становление сразу было прервано Октябрьской революцией, которая провозгласила Республику Советов. Сейчас рождается новая республика – федеративное демократическое государство народов России. Ее политические и юридические институты уже вошли в нашу жизнь. Это частная собственность, федеративный договор, президентская власть, конституционный контроль, многопартийность. После многих лет оцепенения российская государственность получила импульсы для развития, но и гасит конституционный кризис, который переживает Россия. Нынешняя конституция не является гарантом единства страны, стабильной, мирной и безопасной жизни ее граждан. Она не отвечает своему правовому предназначению. Большинство политических конфликтов имеют именно конституционную основу. На нас лежит гражданская обязанность добиться перелома в этой ситуации. Многое будет зависеть от работы над новой конституцией. Нам есть, что взять завтрашний день России из настоящего, из нашего противоречивого прошлого. У нас за спиной славной традиции вольного Новгорода, опыт уникальных преобразований Петра Великого и Александра Второго именно Россия внесла в мировую сокровищницу демократии опыт земства, опыт самой передовой для своего времени судебной реформы. Мы не властны над прошлым, но, будучи в наших руках, уверен, демократическая государственность не противопоказана традициям России, самобытности ее народов. Наоборот, только с ее помощью они и могут быть сохранены. В своей работе мы должны учесть важные обстоятельства. За два-три последних года россияне поняли, что значит конституция для государства. Во всяком случае, намного лучше, чем за...